Молитва во всякой скорби и тесноте Господи Вседержителю, Божий Израилев, Душа в тесноте и дух в стужении возопи к Тебе. Услыши, Господи, и помилуй, Яко еси Бог милосерд, И помилуй нас, яко согрешихам пред Тобою. Сходно этому псаломник Ты еси прибежище Моей от скорби, Обдержащая мя, радости Моя, Избави мя от обышедших мя. От всякой скорби ничем иным не можем избавиться, Как молитвой и исповеданием наших грехов перед Богом. Ибо как кто верному своему другу, Сообщая скорбь свою, Получает некую отраду и утешение? Так тем более, когда Богу, Который милосерден естеством И близок призывающим Его воистине, Сообщаем скорби сердца нашего И грехи наши исповедуя, Смиряемся, падаем перед величеством Его. Получаем или избавление, Когда воле Его угодно и нам полезно, Или непременно облегчение и утешение. Призови меня в день скорби Твоей И избавлю Тебя. Слушай утешительное Божие Слово. За грех я немного опечалил Его И поразил Его, И отвратил лицо мое от Него. И Он опечалился, И пошел унылый в путь свой. И я пути Его видел, И исцелил Его, И утешил Его, И дал Ему утешение истинное. Всякая скорбь и беда от греха бывает, И если бы не было греха, Не было бы и скорби. Для того посылается скорбь, Чтобы грех очистился, И когда очистится грех, Который скорбь приносит, Отнимется и самая скорбь. Потому должно покаянием, Исповеданием перед Богом, Молитвой и верой очищать грехи, Чтобы так и скорбь и печаль Благодатью Божией отнялась И пришло утешение, Как солнце после мрачных дней Или как пища после поста, Приятное и увеселительное. Субтитры создавал DimaTorzok